пацаны всем привет подписчики зрители все кто смотрит этот mercedes это 211 или 203 но я конечно в мерседесах кузовах особо не разбираюсь но его пригнали с такой проблемой что не работает обдув салона то есть пассажирская часть работает горячий воздух водительская сторона ну что-то тепленьким там дует ну это не дует а просто какой-то поток воздуха это непонятно нет потока конкретного просто что-то теплое но и как бы не обдувать соответственно холодно в салоне пригнали скале надо сделать но вот я буквально я незаток мерсов не знал что начать на я знаю что у мерсов есть блин вот тут насос которые прокачивать систему патрубки горячие здесь здесь под горячий насос работает питание приходит это я проверял отдельно уже даже не собиралась честно говоря записывать видео про этого автомобиль как-то думал коротко быстро все сделаю и дальше но оказалось не коротко не быстро при включении зажигания вот здесь в районе водительской стороны где-то в ногах что-то трещит ну какая-то заслонка так видимо и при регулировке температуре максимальная вот эта пассажирская сторона дует отсюда горячо а здесь вот максимальная 8 градусов тут холодно если вы слышите есть маленький треск даже с фонарик возьму вот этот отключил эту крышку в нижнюю и покажу посмотрим что там еще за трест такой но как я видел в одном в одной с и в одном ссылке там на форме где-то парни писали что надо снимать вот эту вот часть морду магнитолу климат и там стоит красоты и самый заслон который могут клинить сейчас разберем сначала надо снять вот этот пластиковую часть это пасек селектора вот это верчага вот так вот снимается тут все на фиксаторах вот на таких фиксаторов все ее можно аккуратно убрать старое все такой клееный клей всякой хрени блин не вижу мерседесы и получается вот это вот крепление климата вот здесь вот снизу прикручены торкс и двадцатки вот здесь вот открутить достать его потом магнитола и потом потом магнитола и потом кнопка аварийки и всякая хрень короче одним словом сейчас торкс отключу и дернул блок климата кстати я выкрутил вот здесь защиту ног вот этот кожух пластиковый его снял видно одну тягу вот здесь вот стоит тяга вот но она работает нормально то есть это не то что они она сдает эти звуки вот эти вот характерные щелчки поэтому пришлось снимать добавок ко всему еще вот эту часть разбирать ничего продолжаем пока дальше я снял блок управления климатом снимаю ну вот эти вот 2 2 торкса 20 1 и 2 бог лима там снимается легко вот чтоб снять термогнитола да снять эту верхнюю панель здесь его держит снизу клипсы я уже дернул тут снизу клипсы а вот здесь сверху вот эти торксы маленькие и вот эти вот торксы не выходят но не знаю как ним подлезть они вот там я на видео их обведу да покажу и она вот это направление потока воздуха как-то снимать что ли не идет нифига не идет вот это отдельно вроде должно сниматься по идее не снимается ни хрена как туда подлезть ладно сейчас посмотрим еще короче я допер надо сделать вот так вот надо вот так сделать до конца вверх оба и вон там глубине два торкса на 20 вот и вот вот их открутить вот это вот потоки воздуха регулировка даже сняться и потом будет доступ открытым двум с торксом который держит этот бог а ну что видели видели но вот именно и я них не вижу держи заслонки решите держите переключатели как сказали ребята давайте держи покажите а а нету нифига вот видите ни хрена нету и поэтому и очередной убеждаешь сам что не надо верить всему что пишут в интернете то могут написать что на хрен угодно нифига нету но с одной стороны я разобрал можно включить зажигание часы посмотреть что там щелкает может хотя бы отсюда может более-менее станет понятно если нет то может быть просто снимать вот эту вот часть нижнюю обшивку который идет вот где-то воде замка личинки и вот посюда скорее всего туда больше то видно также да не включена вот слышите где-то прям но рядом по идее вот прям рядом где здесь может может быть это здесь нет нет там тоже нет придется разбирать вот эту вот нижнюю часть вот эту часть снимать вот это вот все снимать только тогда скорее всего что-то будет понятно это чтобы понимали это сейчас я делаю просто диагностику это даже не ремонт это на просто полезть увидеть что и попробовать может быть починить или поменять вот просто даже не ремонт это просто посмотреть что что он просто стучит мне кажется что она стоит вот эта заслонка вверх ногами вот она вверх ногами кому-то стоит вот сейчас переключаю еще раз горячий воздух это вот на щелкает тоже она вроде как двигается она вроде двигается но что-то там не то она не открывает она вроде регулирует должна открыть но саму заслонку внутри не открывать на вову кубок не просто ходит и все я извиняюсь может быть звук будет хреновый ну как могу пацаны как могу попробую снять я нашел косяк и буквально вот реально случайно это нашел этот косяк что ничто не бывает зря ну ничто не делается зря видимо скорее всего потому что я вот даже разобрал эту морду магнитовую это все выпотрошил оттуда и тем не менее это послужило тому что просто с течением обстоятельств пришел к тому что я просто заглянул под защиту ног водительской стороны и буквально мельком заметил косяк который уже исправил но сейчас я покажу что этом делал получается вот здесь вот вот это заслонка тут вот здесь стоитgio отправляющие вот в этом месте вот в этом месте направляющие которое выпала вот с этой калини這些 смотреть получается вот извините за качество пациента вот так получается видите вот это вот маленькая здесь направляющая выпало из калии и И она, заслонка работала, она двигалась и влево, и вправо, но просто не водила саму заслонку. Она просто ходит, но при этом не водит ничего. Сейчас зажигание включу. И проверим оно. Вот сейчас она максимально горячим стоит, холодный ставим. Сейчас. Вот зажигание включил. Вот она идет. То, что стучит, это другая заслонка. Это стучит заслонка направления потока воздуха в ноги водительские. Вот. Вот в этом месте, видите. Извините за качество. Вот в этом месте, вот тут вот. Эта салазка выскочила вот из этой направляющей, которая вот так по овалам. И поэтому она вроде работает, я смотрю, с одной стороны здесь снизу. А если вот так посмотреть, то она просто стояла на месте, и заслонка никак ее не регулировала. Мотор. Сейчас на место поставил. Ну вот, друзья, зрители дорогие, все, кто смотрел. Периодически приезжают те автомобили, я их делаю. Ну вот, как-то. Теперь я буду знать, что есть и такой косяк. Вот, как бы все. Поэтому спасибо, что смотрели, всем, кто смотрел. Если понравилось видео, поставьте лайки. Подпишитесь на канал. Поддержите мой маленький, там, мое маленькое начинание. Ваша активность только придает мне силы и уверенности в том, что я есть толк от того, что я снимаю, выкладываю, показываю и помогаю, чем могу. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, покажите друзьям это видео. Может, кому будет полезно. Любителей Mercedes хватает в России. По мне Mercedes это не самый надежный автомобиль, но это все на любителя. Это мое мнение. Только мое мнение, я говорю только за себя. Я люблю японцев. Японцы, Mitsubishi, Subaru, Honda. Вот это вот супер. Ну, немцы не для меня, не по мне. Но есть люди, которых любят и ездят. И да, автомобиль хороший, по сути. Ну, просто, ну, бывает. Не зашло просто. Мне, например, Mercedes не зашел, а другим, может, зайдет. Ну, все. Все, всем спасибо, пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!